Начальные классы во всех общеобразовательных учебных заведениях Мурманска с 1 сентября перейдут на пятидневку. Об этом сегодня на совещании директоров школ сообщил глава муниципального образования. Очевидный плюс такой системы – меньшая нагрузка на детей и больше свободного времени, которое можно использовать, например, для посещения спортивных секций, танцевальных кружков или просто для отдыха. Впрочем, в пятидневной учебной неделе есть и минусы, которые коснутся в основном малоимущих семей. Мнение сторон выслушал Максим Галямин. Ученики первых классов и сейчас учатся по упрощенному режиму, а с 1 сентября вся начальная школа перейдет на пятидневку. О плюсах такой системы можно говорить долго, но прежде всего это снижение нагрузки на маленьких детей, что в условиях севера особенно актуально. А вот минусы на первый взгляд не видны, но они тоже есть. Так за вычетом одного рабочего дня может сократиться зарплата учителей. Риски я сегодня не готов обсуждать, но по всей видимости, вот я сейчас отсутствую, Василий Григорьевич говорит, как можно минимизировать возможность изменения заработного плата для педагогических работников. Я думаю, что больших рисков для педагогических работников нет. Большинство родителей голосует в пользу нововведения. Но есть, например, малоимущие семьи, где детей приводят в школу по субботам ради обедов или просто, чтобы занять ребенка хотя бы на время. В администрации города уже продумывают варианты, как можно обойти все тонкости и при этом учесть интересы сторон. Впрочем, последнее решающее мнение по переходу все равно остается за советом школы. Законно определяет, что высшим органом управления общеобразовательного учреждения является совет школы. Это прописано в уставах наших общеобразовательных учреждений. Поэтому, ну вы прекрасно понимаете, что задача администратора, задача директора, во-первых, продумать все проблемные вопросы, найти решение проблемных вопросов. И если это будет хорошо подготовлено, тогда я надеюсь и уверен, что большинство советов школ поддержат. Хотя не исключаем такую возможность, что некоторые школы решат жить в том режиме, в котором живут сейчас. Это право советов школы. Ученикам средних и старших классов послаблений ждать точно не стоит. Программу их обучения невозможно сжать до пяти дней, без серьезных перегибов в учебных часах по будням. Вообще же, этот учебный год, который приближается к завершению, по словам председателя городского комитета по образованию, прошел спокойно. В будущем 15-м значительных перемен также не предвидится. Единственное только, что у нас практически в Мурманске вся начальная школа перешла на стандарты образовательные второго поколения. И начиная с 1 сентября 2015 года мы приступаем к реализации образовательных стандартов второго поколения в средней школе. Содержание предметов это не затронет. А вот уроки благодаря техническим новинкам, например, интерактивным доскам и компьютерам, которые есть уже в каждой школе, станут увлекательнее. На совещании руководителя учреждений глава города особенно отметил работу по патриотическому воспитанию. Ведь на 9 мая именно ученики несли портреты героев бессмертного полка. Всего в шествии на юбилей победы в городе приняли участие более 25 тысяч человек. Продолжение следует...